Доброе утро дорогие друзья на дворе 24 июня 2022 год пятница это уже здорово потому что впереди нас ждут шикарные я надеюсь теплые солнечные выходные но пятницу еще пока нужно как-то прожить и мы с полиной ну сделаем все необходимое чтобы этот день у вас начался с позитивного хорошего настроения итак эта программа про утро на телеканале о тв просыпайтесь будет интересно мы традиционно делимся с вами хорошими новостями и заряжаем бодростью и позитивом ну что начнем с знаменательных событий которые случились 24 июня в прошлые года десятилетия может быть даже столетия чем порадуешь полин ну прежде всего 24 июня 1945 года 87 лет назад прошел на красной площади первый парад победы да тот самый знаменитый знаменательный парад победы который видел весь мир да он действительно состоялся не 9 мая как мы сейчас празднуем до день победы и всегда у нас знаменован парадом на красной площади а именно двадцать четвертого июня а еще сегодня день рождения республики чувашия и надо сказать что вот этот праздник был учрежден до сравнительно недавно в девяносто пятом году в связи с 75-летием со дня образования чувашской автономной области так что всех жителей чувашии поздравляем поздравляем днем вашей республики денис я считаю что каждая женщина немножечко фея и сегодня международный день феи ну тогда я поздравляю тебя с праздником спасибо вот скажи мне лучше фея почему-то сегодня на эфир чуть не опоздала влетела можно сказать к самому началу ты не поверишь я сегодня два раза возвращалась домой сначала я забыла ключи от гаража но потом уже когда благополучно открыла гараж я поняла что я забыла ключи от машины но это бывает но на самом деле проблема решается надо просто все ключи держать в одном месте все в теории конечно да но на практике получается почему-то совсем по-другому но для того чтобы на практике получалось точно так же как в теории я предлагаю посмотреть нашу рубрику про творчество где наша коллега полина бахова расскажет вам одно очень интересное решение которое собственно говоря позволит и поможет тебе больше не опаздывать на эфир и смотрим здравствуйте дорогие телезрители в эфире творческая мастерская на о тв сегодня у нас в гостях анна мастер по гравировке и обжигу дерева вот такое необычное занятие расскажите пожалуйста о своем хобби задели и что мы сегодня будем делать обычно я занимаюсь изделиями из дерева и в основном это серьги украшения кулоны также я изготовляю брелоки сегодня мы будем делать ключницу которую я уже подготовила это у нас массив какого-то дерева сосна сосна она уже заготовлена она отшлифована и готова уже к обжигу сейчас я включу что нам для этого нужно у вас какая-то специальная машина я вижу у меня выжигатель новый у многих я знаю дома есть старого формата советский выжигатель я уже нарисовала предварительно здесь рисунок который будет маленький домик маленький домик на холме минимализм сейчас я буду приступать к обжигу то есть мы включаем и вот за счет горячего вот такого нагрева да у нас получается прям как в детстве мы делаем сказка досточку я помню на 8 марта все делали у нас у нас рисунок рисуется заранее на поверхности деревянной самым обычным карандашом любой какой мы захотим конечно или лучше все-таки минимализм чтобы было удобно выжигать но у меня разные сложности были заказы но я решила сегодня показать вот такой вот очаровательный домик сейчас я его еще наведу чуть-чуть конечно вот например ключница у вас здесь тоже домик брелок брелка это брелок ключницу мы делаем брелок тоже похожий домик и так мы сделали вот такой красивый домик и теперь нам нужно зашлифовать зашлифовать для того чтобы убрать вот эту смолу которая которую выделила дерево во время обжига это сосна и она очень смоленистая поэтому нужно это счистить специальная шлифмашинка давайте обычная шлифмашинка я ее использую в работе вибрационная как раз для уже финишных работ так давайте буду снова жужжать уже гровером для того чтобы сделать отверстия на которых она будет висеть вот здесь с обратной стороны два отверстия и вот эти отверстия для того чтобы вкрутить уже уже крючки самих брелков жужжите я так и говорю все время на своей странице что я люблю жужжать хочу жужжать это специальный тоже какой-то у вас это гровер от который называется гровер потрясающие у нас тут процессы происходят за дымила за да и такие запахи вот прям я как в столярной мастерской нахожусь это мы сделали отверстие для крючков для крючков сейчас я буду вкручивать крючки эти я купила в обычном строительном магазине поэтому это абсолютно не проблема в свое время я тоже сделала ключницу дома на мне до сих пор висит из реек то есть вот эти крючки они просто вкручиваются обычными легкими движениями не нужно никаких приспособлений но эти крючки нужно без прежде чем эти крючки вкручивать нужно обязательно просверлить древесину потому что она жесткая она лопнет лопнет то есть будет трещина и будет уже не эстетично некрасиво при любой такой работе стоит взять сверло меньше диаметром чем само сам сам саморез либо крючок и подготовить для него конечно отверстие у нас получается четыре крючка крючки я вкрутила сейчас я еще сделаю два отверстия для гвоздей будут держать держать саму эту ключицу там почему 2 потому что на одном она будет качелька колыхаться конечно на двух она будет более стабильная статичная она прям прожигает тоже наверно вращение нужно подточить немножечко сверло уже затупилась да так заготовка я так понимаю готова она готова и осталось сейчас покрыть маслом и полировочной смесью для этого я беру обычное льняное масло и соответственно буду покрывать почему почему именно льняное потому что какой-то свой фокус есть если хотите можете не раскрывать секрет сейчас во всем я видимо думаю что это какой-то ваш фирменный такой секрет поменяла цвет да из-за этого да такой более мягкий более теплый да более темный я люблю как раз таки льняное масло именно потому что она придает изделиям темный оттенок вот эти вот серьги тоже покрыты давайте я вам что-нибудь хотя бы помогает поделки давайте то есть мы просто дайте немножко сначала на изделие да и потом просто растираем да так немножко чуть-чуть силой силы втираем втирать так круговыми движениями не круговыми не важно как вам нравится просто мы так вот покрываем поверхность все верно все верно сейчас я остатками ткани пройдусь по боковином это еще очень хорошее влагоустойчивое средство для того чтобы изделие не впитывало влагу и для того чтобы его было проще чистить то есть если она загрязнется можно а каким-то лаком не надо покрывать я не использую лаке я использую эластиком вытру карандаш а это ваши пометочки да чтобы и просто масло и покрываем льняным маслом и этого достаточно еще полировочной смесь смесью для блеска чтобы был блеск вот так вот итак мы покрыли льняным маслом нашу ключницу она стала темнее она стала такая более вот какая-то прям гладкая и как будто уже и не самодельная вовсе а как будто ее сделали на фабрике и это что у нас это полировочная смесь которую я изготовляю сама из очень вкусно чилина чилинского и можжевелового масла почему именно вот и такой состав должен быть потому что он дает очень приятный аромат на готовом изделии и это уже такой рецепт который я муж скачать проверила мины но это не совсем мой рецепт рецепт который я позаимствовала у коллег но я просто добилась именно той консистенции которая мне нужна и что она дает она делает она полирует полирует будет блеск пропитывает аромат и дополнительная влагостойкость то есть это прям вот такой вот эко покрытие без химии без всяких лаков а ваши украшения они также покрываются или там немного другая также все по той же технологии я вижу что вот эти серьги они например коричневого цвета здесь наверно морилка или что-то и здесь обжиг горелкой другой немножечко другая технология налоги не точечно выжигателем а именно горелкой я обжигала потом снимала горелый слой и покрывала уже потом маслом для более темного цвета очень красиво теперь нужно это все втереть для того чтобы это за полировалась еще сильнее давайте я вам опять помогу говорите как покажите держите как вам удобно ткань то есть мягкая ткань да да такая флисовая мягкая ткань прям сильно вот как будто вы полируете добавится блеск чтобы он впитался максимально от трения нагревается воск и хорошо втирается в древесину и также везде все уголочки выгу мы втираем наш состав волшебный который он изготавливает сама долгий ли это процесс вот так втирать как бы вкратце покажем а я думаю достаточно я стараюсь так но ключница наша готова можно уже на нее повесить попробовать да как это будет функционально ключи ключи у вас тоже и брелок у вас это с этого всего с этого белка все и началось ничего себе сделал этот брелок и и заразили заразилась украшениями здорово вот такая ключница здорово спасибо вам большое она очень интересно у нас получилось вот такая вот ключница вы можете в такой же технике сделать и другие предметы а также украшения ну а мы с вами увидимся в следующих передачах на о тв до свидания до свидания ну что хорошее решение отличное вот надеюсь что больше опаздывать не будешь выходные буду делать ключницу у меня вот другая проблема ты понимаешь у дочери скоро день рождения хочу ей сделать такой серьезный устроить и праздник вот гостей много пригласили подружек одноклассниц программу в общем тоже собрал и аниматоров пригласил химическое шоу будет в общем так сказать с наполнением программы проблем нет есть проблемы с украшением вот не понимаю как украсить мне пространство дело в том что я хочу в парке это сделать вот скажем так на открытом воздухе в помещении как бы попроще да украсил там леночки банты какие-нибудь а вот как на улице украсить пространство вот не понимаю есть у меня одна знакомая которая поможет тебе и нашим телезрителям лучше разбираться в украшениях праздника смотрим сюжет от полины баховой не жизнь а праздник когда работа связана с аэродизайном именно так называется искусство украшения мероприятий воздушными шарами ирина увлеклась им шесть лет назад оформляя выпускной сына погрузилась в это направление буквально с головой для начала надо понять изучить теорию что это такое гелий химический элемент второй в таблице менделеева да что полностью инертный безопасный газ как для людей и и животных скажем так детишек а потому что многие родители спрашивают это не пропан мы говорим нет это также не закиси азота это не вещи не веселящий газ опять же как бы прошу не путать латекс из которого изготовлено большинство шаров также абсолютно безопасен он делается из смолы каучуковых деревьев и полностью разлагается после использования разновидности воздушных шаров становится больше с каждым годом шариков огромное множество у вас как они различаются если какое-то предназначение у каждого шарика конечно полин шарики у нас делится по большому счету на два типа это латекс и фольга латекс это обычные круглые шарики которые либо однотонные с рисунками с надписями поздравлениями это резина до да либо хром это новое новшество скажем так не так давно и в аэродизайне это эффект зеркала хромовый и латексный шар браш фольгированные разных размеров цветов и форм главное знать как правильно их наполнить все начинается с предварительной проверки рассматриваем несколько секунд ждем если шар не сдувает все порядка мы его сдуваем затем обрабатываем полимерным клеем изнутри чтобы подольше не сдувался и заполняем гелием до нужного размера чтобы шар не лопнул и принял красивую форму используют калибратор с фольгированными шарами попроще они заполняются до нужной величины автоматически что мы там хватом чтобы открылся и ждем да и не лопнет нет все из таких шаров собирают целые композиции любой праздник они сделают незабываемым и подарят настоящий детский восторг даже взрослым полина огромное тебе спасибо действительно проблема решена и так просто и так легко и так красиво самое главное ну что дорогие мои мы продолжаем нашу программу и сейчас настало время гостей да в нашей студии но прежде чем мы их вам представим я хотел бы тебе рассказать одну историю полин ты знаешь вот у меня есть друг который вывел такую очень интересную теорию он считает только ты не смейся что машина времени существует и как он ее себе представляет он говорит наши дети вот наши дети это машина времени стоит посмотреть на ребенка на своего или на чужого ребенка и ты автоматически перенесешься в будущее потому что он будет там где не будет нас но сейчас ты видишь его а это значит что это наше будущее очень интересная мысль но спорная дети безусловно наше будущее но каким оно будет нам я считаю знать не суждено но вот здесь я бы с тобой поспорил ты знаешь если наши дети будут такими как сегодняшний герой и как те дети о которых сегодня пойдет речь с нашими гостями я думаю что наше будущее по крайней мере будет достойным обещанные гости так сказать наше будущее пригласили мы их сегодня не просто так но обо всем по порядку для начала давайте я вам их представлю костынов селлд выпускник 14 гимназии у селлда сегодня выпускной бал поэтому он к нам обычно как-то с корабля на бал а он ну так и получится с корабля на бал отправишься и вторая наша гостья очаровательная оксана владимировна кляпка она директор звенегородской школы квантум все правильно я сказал и оксана владимировна и всеволод имеют прямое отношение к тому о чем мы с тобой только что говорили да дело в том что всеволод он у нас сдал русский язык на 100 баллов поздравляю это действительно достойное уважение и поздравление а вот оксана владимировна является директором гимназии в которой учатся не просто стобальник а мультибальник так называемый это человек ученик который сразу несколько экзаменов сдал на на 100 баллов правильно я все сказал вот вы обязательно все расскажете поподробнее ну начнем мы со всеволода он все-таки здесь он приехал нас добрался сел ну во первых поздравляем это конечно достижение колоссальное потому что сам отец двух дочерей старшая два года назад школу закончил младший все еще предстоит знаю какой это кошмар и ужас представляю как вы нервничаете как вы переживаете как это тяжело ну расскажи о своих ощущениях вот когда ты увидел этот аттестат или как это таблицу увидел что у тебя 100 баллов что или ты был к этому готов и рассчитывал на такой результат не на самом деле вообще не был к этому готов я ожидал менее хорошего результата думал там отнимут несколько баллов но предполагал да предполагал что будет меньше но когда сайт открыл оказалось сто я удивился очень удивился ну не обрадовался просто ну не обрадовался и удивился должно быть меньше какая-то ошибка что скажи родители родители это были наверное счастливы и ли тоже удивились еще больше никто не надеялся не ну казалось сто баллов это достижим более то русский язык это конечно предмет который требует особого внимания и предмет который да ну я может быть сейчас скажу крамолу я считаю что в школе есть предметы которые некоторым категориям детей не пригодятся в жизни а русский язык пригодите пригодится нам всем и быть отличником по русскому языку это вдвойне достойно мое мнение сейчас наверное математики в меня начали бросать зеленые яблоки прямо в экран не обижайтесь все предметы важны дорогие мои всеволод ну какие планы на жизнь то чем хочешь свою жизнь связать с какой профессии куда поступать собираешься ну несмотря на то что у меня стоим на по-русскому я собираюсь поступать на технические специальности у меня по математике 86 баллов это тоже очень думаю куда-нибудь но в бауманку или какие-нибудь менее популярен как ты думаешь вот сегодня уже выпускной бал уже документы но скоро да подавали да надо уже подавать надо а ты все еще думаешь надо уже четко знать ну вот да считаю что буду войти по мгту да не но бауманка мои какие-нибудь менее популярны а профессию какую-то для себя выбрал технического машиностроения или инженерия что-то интересные серьезные профессии да серьезный выбор молодого человека ну как ты рассчитываешь поступишь все будет хорошо надеюсь тоже есть вы знаю то что очень тяжело даже с хорошими баллами выше чем у меня больше чем у меня все равно тяжело надеюсь что смогу все вот ну ты молодец мы с тобой еще сегодня пообщаемся сейчас как сани владимировне обратимся оксана владимировна вообще для вашей школы ну и вы как директор естественно знаете статистику общую и по округу и по подмосковью это норма ну вот такие результаты или это все-таки исключение на сегодняшний день для нас это был тоже неожиданный результат потому что школа совсем молодая мы открылись только в шестнадцатом году и вот в двадцать первом праздновали пятилетие но в этом году мы выполнили двойную норму сразу получив мультибальника но на самом деле хочу сказать что чтобы чтобы это было очень неожиданно нет потому что мы в своей практике руководствуемся тем что тот кто стремится к этому он обязательно достигнет своих результатов и лёша он вот такой вот показатель не является отличником а можно вот поподробнее как его зовут чтобы романенко алексей в настоящий момент гордость нашей школы он получил два самых высших результата на егэ это по предмету химия и русский язык но хочу сказать что и профильную математику он тоже написал на достаточно высокий балл 90 и ему совсем немножко не хватило чтобы еще немного улучшить свой результат и при этом он не отличник он не от и не медалист и не медалист у него две четверки это обществознание и информатика но к своему результату он шел целенаправленно то есть у него не было репетиторов и это одна из наших основных задач чтобы дети которые сдают у них не было репетиторов чтобы они сами для себя потому что результат когда тебя натаскивают и когда ты знаешь он абсолютно разный вот и конечно для родителей это была такая вот наверное наивысшая степень гордости дать за своего ребенка который сам достиг таких вот результат какой умница владимир мы вас поздравляем еще раз с таким результатом как директор школы в первую очередь а вот просветить и с медалями сейчас какая ситуация медали вообще вручают есть медали да у нас есть медалисты и для получения медали ты должен подтвердить свои результаты то есть не менее 70 баллов набрать по тем предметам который ты выбираешь и как профильные ну и соответственно у тебя должны быть пятерки итоговые оценки отличные чтобы получить а сейчас только золотую дают медаль да а серебряная она называет она называется медаль за особые успехи в учении в моем время были золотые серебряные а бронзы и егэ не было ну вы знаете сейчас очень много у родителей и таких мифов что егэ это просто тестирование на самом деле это такой же очень сложный экзамен я думаю что ты подтвердишь что это не просто тестовая часть там очень много письменной там очень много логических заданий вот и соответственно чтобы написать на 100 баллов это нужно не просто постараться это нужно учить этот предмет и понимать что ты делаешь то есть не не просто списать да спирать даже не получится да за на дима а вот ваше мультибальник он куда поступать собрался лёша выбирает три университета это рхт у имени губкина это санкт-петербургский технический университет и наш химик технический тоже университет государственный он выбирает направлении химик инженер химик у него есть 100 баллов по химике да он целенаправленно к этому шел и это по наследству не у бабушка инженер химик и он вот решил по стопам бабушки тоже будет в втором или в третьем уже поколении химиков тел расскажи вот как проходили экзамены ты волновался вообще вот ваше поколение вот ребята они волнуются потому что знаешь рассказывают такие какие-то уже мифы мне в прошлом году по моему говорили что чуть ли не с инфарктами детей увозят с этих с этих экзаменов с егэ что это такая нервотрепка это такое вообще наказание божье расскажи свои впечатления о егэ в этом году знаю были такие случаи правда потому что егэ это очень нервное нервное и русский был первым экзаменом когда туда приходишь первое что приходит в голову это главное проверять себя и не делать глупых ошибок потому что когда нервничаешь они делаются проще всего а сдаёте вы где егэ? не в своей же школе это тоже вот условия да? все сдают не в своих школах мы сдавали в двух разных школах а педагоги с вами в это время ну они как-то поддерживают вас или вот они все благословили вас из школы свою отправили и вы уже там с совершенно незнакомыми людьми некоторые учителя ну вот выбирают нескольких учителей которые проводят нас до школы ну представители так сказать и ну они да в добрый путь а в аудиториях ты с одноклассниками сидишь или с незнакомыми как повезет конечно с одноклассниками если сидишь то поприятнее конечно но это психологически спокойнее когда рядом сидит знакомый человек ты как-то себя чувствуешь более уверенно когда ты сидишь в окружении совершенно незнакомых людей совершенно другая другие обстоятельства что называется Севолод расскажи мне на какую тему писал сочинение текст попался мне про время проблему я обозначил как течение времени влияет на общество ага ага ну как вот ты оцениваешь легкий был текст кто-то говорит многие точнее говорят что это тяжелый был текст но мне было тяжелее всего конечно обозначить проблему а потом было легко да произведение подобрал то которое читал тоже без проблем скажи мне вот Оксана Владимировна сказал что их мультибальник не занимался с репетиторами а ты занимался я занимался на курсах дополнительно на Можайском шоссе тот по-русскому именно по русскому языку а почему именно по-русскому какие-то у тебя были опасения именно в этом ну в десятом классе у меня вообще была четверка поэтому я знал то что если готовится особо не будут то и хорошо балл у меня не будет ну считаешь правильно ты сделал помогли тебе вот такие дополнительные ты рекомендуешь вот ребятам в следующем году например которые будут выпускаться если есть какие-то да опасения брать репетиторов или достаточно школьные программы я считаю что школьная программа способна подготовить однако курсы тоже очень сильно влияют особенно если они хорошие индивидуальный момент конечно и от учителя много зависит и от восприятия программы индивидуального ну вот как сказали ученик может вообще на курсах не заниматься и набрать 100 баллов ну все люди разные кто-то вот как раз в классе не может сосредоточиться и правильно воспринять информацию нужно как бы вот отдельное такое воздействие оксана владимировна у меня к вам вопрос вообще вот опять же как к директору школы успеваемость образования вообще какой-то сейчас на подъеме находится или на спаде как вы считаете вот за последние там 20 лет возьмем вот отрезок да сложные такие периоды после 90-х это господи перестроение образовательной системы произошло реформирование ЕГЭ появилось вот плюсы минусы и есть какой-то от этого результат от всего результат конечно есть во-первых вы правильно сказали идет изменение содержания образования и вот как и все и вы тоже говорили что не каждому дана математика да и ребенок вправе выбрать либо он сдает базовую математику либо он сдает профильную математику но что касается подготовки сейчас выпускников школ то я хочу сказать что она не хуже чем была раньше просто требования конечно возрастают меняется мир вот эти глобальные процессы которые происходят сейчас в мире они все равно перед нами ставят новые задачи это требует изменения и подходов к преподаванию и к самому содержанию да то есть если раньше ты знал что если ты не поступишь в колледж ты пойдешь в 10 класс то сейчас 10 классы 10 и 11 классы это профильные классы и они уже целенаправленно готовят к поступлению в тот или иной вуз и ребенок уже на уровне 10 и 11 класса сам выбирает свою траекторию конечно же здесь очень много зависит от педагогического контингента от самих детей скажем так что изменилось это появилась больше тревожность родителей потому что мы когда с вами учились да то мы учились сами я даже не помню чтобы моя мама ко мне приходила и готовилась да да а сейчас к сожалению родители считают что если они сядут и вместе с ребенком выучат то ребенок лучше сдаст это миф потому что ребенок должен к этому прийти сам это его выбор поэтому пожелания родителям особенно вот я услышала да нервничают дети мы же тоже сдавали экзамены мы же тоже тряслись а у нас была еще хуже история мы вытаскивали 36 вот этих билетов какой тебе попадется какие вопросы будут ты же тоже к этому готовился ну все ты не переживай тебя все это в институте там система сохранилась да вот и соответственно родителям не тревожить детей пусть они конечно контроль нужен никто этого не отрицает но дать возможность выбрать самостоятельно направить их вот это вот основная задача сейчас тревожность родителей потому что мне кажется тревожность родителей она передается детям конечно что если родители были бы спокойнее то и дети бы так не нервничали не было бы вот как раз этих случаях по которых мы говорили что чуть ли не по скорой увозят не дай бог да не чуть ли а увозят действительно ну что дорогие мои ну во первых Всеволод еще раз тебя поздравляем ты большой молодец ты гордость и нашего округа и всего подмосковья Всеволод сегодня уже не первое интервью дает да поэтому так сказать свою минуту славы ты получил и это твоя абсолютно твоя заслуга и больше ничья да вот Оксана Владимировна вас мы поздравляем ну во первых с окончанием учебного года с окончанием всех этих мучительных ЕГЭ сегодня выпускной балл это праздник и для учителей естественно и в первую очередь конечно для учеников сегодня праздник у вас ну а завтра начинаются суровые будни все вот и уже вперед но я тебе должен сказать как человек уже в возрасте прошедший все это тебя ждут лучшие золотые годы твоей жизни студенчество это самое лучшее время вот поверь мне родители так же говорят вот так что держи нос по ветру и не пропадешь и получай удовольствие от жизни Оксана Владимировна но вас еще раз с окончанием учебного года и спасибо что вы воспитываете таких замечательных детей и с мультибальником Алексеем Романенко спасибо большое мы обязательно Лёше передадим он такой скромный скромный он от интервью отказался но его право спасибо ждем вас в гости приходите снова делитесь своими успехами все-таки замечательное поколение растет Полин да прям гордость берет вот когда смотришь на таких детей чудесные чудесные дети действительно понимаешь то о чем говорил мой друг да наше будущее предопределено и оно будет по крайней мере достойным это абсолютно точно Денис давно тебя хочу спросить а какая у тебя в детстве была любимая книга слушай ну так сложно ответить по крайней мере их было несколько но ты знаешь наверное самая любимая все-таки была дети капитана Гранта Жильверна я ее прочитывал прочитал несколько раз прям зачитывался помню в захлеб читал так захватывающие такие приключения классные а у тебя кстати ты знаешь я в юности зачитывалась романами Александру Дюма какие все-таки в его время были мужчины настоящие они могли не только красиво ухаживать за дамой но и отстоять ее честь бою со шпагой и так жалко что я не родилась в то время мне кажется сейчас таких мужчин просто уже нет ну во первых немножечко обидно все-таки слышать из твоих уст да такие фразы сейчас нет таких мужчин во первых есть такие мужчины ухаживают за дамами мы умеем мы современные мужчины вот некоторые из нас кстати между прочим не хуже Д'Артаньяна владеют шпагой да-да не веришь тогда давай посмотрим сюжет про фехтование в нашей рубрике про спорт Евгений Иосифович здравствуйте здравствуйте у меня в руках рапира это главный атрибут фехтовальщика расскажите пожалуйста про остальное снаряжение ну во первых фехтовальный костюм он состоит из нагрудника из нагрудника из набочника это набочник вот это такой тоненький как скажем такая ну полу футболочка да одевается потом одевается вот костюмчик такой нагрудник и штаны вот это для защиты а сверху уже одевается электрическая куртка вот такой жилетик электрический электрическая куртка она состоит только из металлических проводков и это для того чтобы фиксировался укол То есть спортсмен, у спортсмена есть наконечник. Вот тут такая кнопочка. К карапире пристегивается, одевается вот такой. Видите, как сложно все, да? Все достаточно, да, увлекательно. Одевается вот такой. Шнур называется фехтовальный. Вот, пристегивается к катушке. Через провод идет к аппарату. И на аппарате, когда спортсмен колет, загорается лампочка. А вот расскажите про маску. Тоже в ней вообще видно что-то? Да, маска. Маска много раз меняла свои конфигурации. Вот здесь именно чисто такая решеточка металлическая, да? Одно время была стеклянная, чтобы было видно лицо спортсмена. Эмоции, потому что фехтование – это очень много эмоций. И многое, когда спортсмен колет, кричит. И чтобы для зрителей были эмоции, было стекло. Но потом решили, что это не очень безопасно. И ревернули все-таки вот такую сетчатую из металлических. Она очень прочная. В ней все видно. Кроме маски есть еще перчатка, да. Давали перчатку тоже, чтобы кисть была назычена. Одевается перчатка, и тогда уже в руку берется у нас рапир. Я думаю, это очень зрелищно. Расскажите, как проходят ваши соревнования? Можете выделить, которые прошли? Это не просто зрелищно. Зрелищно, да, как и любой вид спорта. Я считаю, что каждый, наверное, расскажет про свой вид спорта. Самый лучший, потому что это самый интеллектуальный. Здесь все физические качества нужны. И быстрота, и сила, и скорость, и выносливость. Вносливость, но здесь очень много эмоций. Я могу, не находясь в зале, а где-то стоять, например, в поле, и слышать, как мой спортсмен фиктует, и когда он пропускает укол, когда наносит по его эмоциями. Притом же из многих, например, в зале будет человек 50-100, я услышу именно слова спортсмена. То есть эмоции, они свои. Это не специально, не искусственно, и они не учатся. А что касается соревнований, да, у нас нескончаемый практически сезон, потому что у нас занимаются разные возраста, начиная с 7 лет, и ребята, заканчивая уже, которые находятся сейчас в списке сборной России. То есть эффектуют уже на этапу Кубка мира за национальную сборную. Недавно прошло переденство России по юниорам до 21 года в городе Пензе, и мы приехали оттуда с медалями. То есть наши 6 спортсменов Одинцовских стали призерами этого переденства России. Команда мальчиков, полностью которая состояла из Одинцовских спортсменов, это Максим Донской, это Степан Мартынович, Савва Юштевич и Александр Жарков, стали бронзовыми призерами в составе команды Московской области. Но, как повторюсь, еще все 4 человека – это воспитанники Одинцовской школы. И наши еще 2 девочки-воспитанницы тоже нашей школы. Вот сегодня здесь, значит, у нас на тренировке Арина Вольская и Сеня Глебова стали серебряными призерами переденства России в составе команды по девочкам. Поэтому довольно-таки удачное выступление. Немножко не хватило до золота, но есть куда стремиться. И, в общем-то, я думаю, любые медали, они хороши, тем более наши ребята еще помоложе. И у них еще и следующий год они будут фитовать юниорами, и еще год. Есть уже такой конвейер, то есть нет такой не единичной результаты, а младшие тянутся за старшими и уже показывают по своим возрастам хорошие результаты. И на уровне региона, на уровне России. И вот мы их уже подтягиваем более старшим. Вот сегодня смешанная тренировка у нас, не все старшие присутствуют. И когда у нас есть возможность, мы сюда подключаем и более младших. Потому что, к сожалению, у нас наш спортивный комплекс не такой большой, а занимается большое количество спортсменов. И, к сожалению, занималось бы еще больше, если бы был бы зал побольше. И поэтому и желающих много. И, конечно, сложнее приходится тесновато. Но стараемся, и, наверное, как говорят, все статей не в обиде. И поэтому ребята все от этого были сплоченные. И у нас очень дружная команда. Расскажите, пожалуйста, про приемы фехтований. Я слышала, есть какие-то обманы и такие, чтобы соперника запутать. Конечно, есть приемы. Их много. И еще раз повторю, что, да, это фехтование, такие шахматы в движении. Да, не сидя за столом, а в движении нужно принимать решение за доли секунды. Но все это тренируется и, конечно, нарабатывается. Много приемов, как и фехтование, есть приемы атакующие. То есть человек идет в атаку и находит момент и пытается нанести укол. Не больно это все. Сразу говорю, укол, у нас все безопасно, чтобы родители, которые смотрят, отдали. Все, это абсолютно незаметно. Вот, и нанести укол. А есть приемы в обороне, есть контратаки. То есть кто-то атакует, а он не ожидает, что на него спортсмен может что-то сделать, какое-то противодействие, усыпляет его, скажем так, и наносит укол. Некоторые есть более такие эмоциональные, они эффектуют больше, берут инициативу и сами атакуют, атакуют. Кто-то более терпеливый, сидит в обороне, а кто-то хитренно выманивает и вдруг неожиданно в контрдействие наносит укол. Но здесь как бы методика, она всегда развивается и, конечно, берет корни советской школы. У нас советская школа, наверное, это, ну, скажем так, может быть не самая, но одна из сильных школ была в мире. И до сих пор российское фехтование – это лидирующая сторона в этом, особенно, да и не только в рапире, в сабле, в шпаге фехтование. А можем еще посмотреть приемы вместе с ребятами? Ну, конечно. Мы покажем фрагмент парных упражнений, в которые входят такие, ну, несложные приемы. Для зрителей, для начинающих, наверное, хотя бы какое-то ознакомление будет, фехтование. Любые парные упражнения и бой начинаются с приветствия. Да. Потом одевается масочка, и самые лучшие друзья, они становятся уже соперниками. А после боя маска снимается и дается приветствие, и соперники превращаются в лучших друзей. Итак, как я вам сегодня говорил, фехтование, фехтование – есть атаки, есть защита, есть контратаки. И есть разные дистанции. Значит, вот укол просто одной рукой. Укол одной рукой. Прямо, по очереди. Вот они уколят по очереди, видите, достаем одной рукой. А теперь мы отошли, и дистанция выпада. Еще дальше. Вот, простая атака с выпадом. Вот, укол. Нанесла Арина прямо с выпадом. Да. Да. Рука очень активно действует. Еще раз. Да. А теперь, чтобы не попасть в защиту, она, Арина показывает, что входит в одну, в один сектор. Финт называется. Савва пытается защититься, а Арина обманывает. Это все делается за счет пальчиков. Теперь Савва. Финт и перевод. Да. Теперь дистанция увеличивается. Это называется уже дальняя дистанция. И та же атака с переводом. Идет как шаг вперед-выпад. Добавляй шаг и с выпадом. Да. И Арина поражает уже с более дальней дистанции. Савва теперь в ответ. Да. Вот это атаки. Теперь есть атака через Батман. Батман – это удар по оружию. Надо ударить оружие соперника, чтобы оно в этот момент отлетело немножко. И нанести укол. Дистанция дальняя. Шаг вперед-выпад. Поехал. Пам-пам. Да. Теперь Савва. Пам-пам. А теперь можно добавить еще кроме Батмана и переводик. Батман – перевод. Вот. Да. Теперь Савва. Батман. И перевод. Скажите, пожалуйста, про ваше соревнование, к которому вы уже будете готовиться. Ну, мы уже готовимся. Вообще, тренировочный процесс не скончаем. Постоянно надо либо чему-то учиться, либо держать себя в форме. Это настоящий профессионал только так и делает. И даже когда у спортсмена какой-то там отпуск, там, двухнедельный, трехнедельный, все равно он делает пробежки. А что касается у нас впереди, ну, сейчас, если никакие нам факторы не помешают, я буду сейчас говорить только о всероссийских соревнованиях, потому что пока очень большие вопросы у нас насчет международных. Вот. А всероссийские сейчас самое основное соревнование – это чемпионат России. Чемпионат России будет в апреле месяце. Планируется он, планировался, как будет. Может, перенесут в другое место, а может, так и будет. Планируется он в Сочи, в центре «Сириус». Вот, замечательный центр. Вот, чемпионат России. Мы повезем туда много ребят. И те, которые уже такие опытные, ну, и те, которые молодые, но которые зубки уже очень здорово показывают. Те же, вот, которые, ребята, сказал, призеры переноса России. И еще у нас будет в городе Арзамасе переноса России среди молодежи до 24 лет. Вот это ближайшие основные соревнования. Вот. А дальше уже посмотрим, как мы выступим на этих соревнованиях, как будет обстановка. И, значит, летом будет чемпионат Европы. Мы все равно будем туда стремиться попасть. Вот. А что будет, это наша задача тренироваться, тренироваться и тренироваться. Вот. И, как я всегда говорю, самая большая способность, вот именно талант для человека, это его трудолюбие. Конечно, не просто так там пришел и бездумно работаешь, но надо очень много работать. Тогда будет результат. Спасибо, Евгений Иосифович. А с вами была Екатерина Крамер. Занимайтесь спортом. А что день грядущий нам готовит, мы узнаем в нашей рубрике «Про гороскоп» от Виктории Штельхорн. Доброе утро. Меня зовут Виктория Штельхорн. Сегодня в рубрике «Про гороскоп» мы посмотрим рекомендации для каждого из вас на грядущую неделю. Овны, рыцарь Жезлов рекомендует вам быть максимально настоящими, открытыми в течение недели. Будьте активны, в том числе физически. Тратить энергию для вас на этой неделе крайне полезно. Возможно, у вас скопились какие-то эмоции или действительно излишки энергии, которые нужно выпустить. Вовремя выпущенная энергия, сила не перерастет в агрессию, либо какие-то негативные эмоции. Поэтому будьте максимально активными. Также, овны, проявляйте себя. Будьте настоящими, естественными. Карта «Рыцарь мечей» на самом деле очень подходит вам по характеру. И когда мы являемся собой, все в нашей жизни складывается так, как нужно. Вам также рекомендуется на этой неделе сделать первый шаг, проявить инициативу. И обязательно использовать шанс, использовать момент. Если почувствуете, что вот время пришло, нельзя упускать ни минуты, надо брать свое. Обязательно действуйте. Эта неделя не предназначена для того, чтобы выжидать, быть пассивным, терпеть. Наоборот, активно, инициативно проявляйте себя и добивайте своего. Тельцы. Вам на этой неделе рекомендуется концентрироваться на внутреннем голосе. Второй старший аркан «Верховная жреца» напоминает нам о том, что внутри нас есть не только человек, но еще и душа, что-то божественное, что-то духовное. Провести время наедине с собой, либо провести время на природе. С детьми, с животными. Вернуться к той самой природе. Вспомнить, где вы находитесь. Окунуться в момент. Здесь и сейчас. А не гнаться куда-то вперед. Не вспоминать бесконечно мусолить в голове какое-то прошлое. А все-таки идти вперед, но с ощущением момента здесь и сейчас. А наслаждаться процессом здесь и сейчас. Также вам рекомендуется на этой неделе вспомнить о том, что вам искренне, глубинно, внутренне, душевно не хватает чего вы хотите. Какого состояния, какого ощущения, какие у вас внутри имеются эмоции. Отнеситесь к себе крайне трепетно. И в том числе отнеситесь трепетно к окружающим. Близнецы. Шестнадцатый аркан. Башня рекомендует на этой неделе не бояться удивлять себя и других. А также не бояться каких-то приключений. Башня – это карта интересных новостей, событий, встреч, новых точек зрения. Некоторого такого нестандартного взгляда. Не бойтесь удивиться чему-либо. И не бойтесь удивить других. Любые события на этой неделе могут быть для вас возможностью для того, чтобы увидеть ситуацию под другим углом. Посмотреть на что-либо с другой точки зрения. Башня – это также освобождение от блоков. Освобождение от помех и от преград. Что вы можете сделать на этой неделе для того, чтобы почистить свое пространство, почистить свое, допустим, тело, свой организм, свою энергетику от каких-то токсинов. От чего-то, что забирает ваше время, ваши силы. Возможно, избавиться от какой-то нехорошей привычки. Что вы можете уже на этой неделе убрать из своей жизни для того, чтобы она стала чище, яснее, энергичнее. Раки. Карта Туз Мечей рекомендует вам на этой неделе особое внимание уделить своему интеллекту и своим знаниям. Пополнить знания никогда не лишним, а эта неделя идеально для этого подойдет. Возможно, именно на этой неделе у вас получится усваивать знания самым качественным образом. Также Туз Мечей рекомендует построить глобальные планы далеко наперед. Именно на этой неделе у вас есть возможность придумать какую-то идею, либо составить для себя какую-то стратегию, план, цели, которые в дальнейшем будут очень эффективно реализовываться и действительно построить ваше глобальное далекое будущее. Также Туз Мечей рекомендует принять четкие решения, быть честными собой. Помните, вот этот образ Меча является образом честности, чести как таковой. В чем вы можете себе признаться, что вам нужно для себя проговорить, что вы можете себе уже сейчас пообещать. Вот эта честность и четкость самим собой приведет вас к результатам и в том числе в каких-то отношениях с другими людьми. Левы. Десятый старший аркан Колесо Фортуны рекомендует вам отпускать события на самотек. Проще относиться к каким-то аспектам жизни, не пытаться все проконтролировать, не пытаться все запрограммировать и задумать заранее. Всего предвидеть невозможно. И эта неделя может вас удивить. Позвольте событиям происходить, позвольте людям просто приходить в вашу жизнь. Позвольте информацией и знаниям приходить и являться в ваш ум и в вашу голову. Эта неделя может быть невероятно везучей, невероятно удачливой, но только если вы позволите этому случиться. Колесо Фортуны, удачи, колесо судьбы – все это аспекты этой карты. Также она рекомендует быть открытым к новым каким-то форматам, к новым знаниям, возможно, к путешествиям, возможно, к новым языкам, либо к каким-то абсолютно новым местам, которые вы никогда не посещали. Вот эти новые форматы, новые события, новые встречи могут запустить абсолютно важные, абсолютно новые и крайне ценные, полезные для вас события в будущем уже на этой неделе. Дело. Тройка мечей рекомендует вам на этой неделе подвести итоги, поставить точку, сделать какие-то договоренности, подписать договоры, вот сделать что-то конкретным, не тянуть, не ждать, не терпеть, не откладывать на потом, поставить точку уже на этой неделе. Похоже, время пришло, возможности будут даваться, а от вас остается только действия и подтверждения. Тройка мечей иногда даже нам рекомендует принимать те решения, которые нам принимать тяжело, потому что за нас их никто не примет. Либо признавать тот факт, что да, некоторые события происходят не совсем так, как мне нравятся, не совсем так, как я ожидал, но они правильны, они должны так происходить. Здесь все-таки на неделе вам рекомендуется активировать свой именно ум, свою рациональность, а не поддаваться эмоциям и каким-то спонтанным чувствам. Весы. Восьмерка кубков рекомендует вам на этой неделе отпустить то, что так давно вас тянет, что давно вас буквально спускает вниз, спускает, можно сказать, на дно, да, либо удерживает. Что вы можете уже сейчас отпустить, какие эмоции, какие воспоминания. Особая рекомендация идет здесь на работу с вашими прошлыми воспоминаниями. Какие сложные события, либо какой непростой опыт вот давно держался в вашей душе, и вы этого не отпускали. Отпустите его на этой неделе. Идите вперед. Благодаря чему вы можете сдвинуться именно вперед. Также на этой неделе вам рекомендуется весы поработать над своими эмоциями и повзрослеть, принять некоторые эмоции, некоторые переживания, понять, что да, вы тоже живой человек, и вы имеете право их испытывать, но нет смысла что-то носить постоянно с собой. Отпускайте это. Идите вперед. Идите дальше. Дальше будет лучше. Но лучше не тащить все-таки со собой какой-то тяжелый прошлый груз. Скорпионы. Семерка Жезлов рекомендует не ждать мотивации со стороны других, не ждать каких-то событий, которые заставят вас двигаться вперед, и не ждать того, что мир сам вам все устроит. Эта карта говорит, надо действовать, надо двигаться самостоятельно. Будьте вдохновением и мотивацией для себя самого, а также будьте мотивацией для других людей. Семерка Жезлов рекомендует действовать, браться за дело и пробовать, а там уже будет видно, получится или не получится. Семерка Жезлов – это также карта, которая напоминает нам о том, что можно бесконечно обучаться, можно бесконечно пребывать в теории, можно постоянно предполагать и думать. Но если вы не попробуете, вы не поймете, ваше это или не ваше, получится или не получится, действуйте. Практика – это вот ваше все. На этой неделе максимально рекомендуется быть активными. А осмысление уже придет в процессе. Стрельцы, Девятка Мечей рекомендует вам на этой неделе не перегружать себя самого. Иногда кажется, что вот, ну, все хорошо складывается, ну, все нормально, просто живи себе делай. Но нет, наша голова, она умнее. Она начинает придумывать сложные мысли, переживать, сомневаться, искать какие-то проблемы. Проще, проще. Стрельцы, не надо себя перегружать. Примите то, что происходит. Вы справитесь. Даже если сейчас непростой период. Даже если сейчас на вас возлагается очень большая ответственность. Если у вас сейчас высокая загруженность, вам приходится действительно, ну, очень большие объемы забот решать, вы справитесь. Дайте себе время. Сейчас, даже если это самый максимальный пик, требует вашей концентрации и вашего внимания. Не прячьтесь внутрь. Не придумывайте лишние какие-то мысли. Четко, ясно. Смотрим, куда двигаются дела, что от вас требуется. Возможно, вы сами себя привели в эту точку. Поэтому не убегайте от нее, а решите ее максимально эффективно. Когда, если не сейчас. Козероги. Восьмерка Пентакли рекомендует вам особенно концентрироваться на вашем режиме дня. В течение всей недели вы можете привести в норму, допустим, какие-то процессы в организме. Привести в норму свое здоровье, свое тело, свою работу, свои какие-то рабочие планы. Доведите этот порядок. И он вам поможет. Знаете, такое правило, когда мы сначала создаем систему, и мы работаем над ней. Мы тратим силу на то, чтобы создать систему, а потом система работает на нас. Вот сделайте именно так на этой неделе. Как вы можете выстроить систему? Возможно, организовать какие-то процессы относительно семьи, вопросов, связанных с бытовыми заботами. Возможно, организовать как-то свой бизнес, свою работу, рабочее место. Свою учебу. Организовать вообще свой режим дня, когда вы просыпаетесь. Сколько куда тратите энергии. Организуйте свою жизнь на этой неделе так, чтобы она была для вас удобна. И не забирала силы, а только их давала. Хорошая организация сохраняет невероятное количество времени. Вот такая вам рекомендация. Водоли. Паш Жезлов рекомендует вам на этой неделе концентрироваться не на разных задачах, а на какой-то одной. Стараться не распыляться вниманием. Вы можете на этой неделе завершить какое-то дело, довести что-то до конца, либо усовершенствовать его. Но требуется ваша максимальная концентрация. Создайте такие условия, чтобы ничто и никто не могли вас отвлекать и не забирали вашу энергию. Чтобы все силы и внимание качественно шли на дело. Также Паш Жезлов рекомендует вам поработать над чем-то, над каким-то образом, что-то доработать, отредактировать. Возможно, свой внешний вид, свой имидж, свою деятельность, какую-то свою работу. Может быть, вы занимаетесь хобби. Может быть, вы сейчас отдыхаете и совершенствуете свои навыки, например, в велосипеде, в катании на велосипеде. Вот еще лучше становимся. Либо еще какой-то навык вы можете усовершенствовать. Каждый день можно становиться лучше. Рыбы. Четверка Жезлов рекомендует вам на этой неделе вложить внимание туда, где требуется ваше внимание. Иногда мы себе спрашиваем, что я хочу сделать, чем я хочу заняться. А вот вопрос, чем я должен заняться, мы порой забываем себя спросить. На этой неделе вам рекомендуется потратить время туда, куда вы должны его потратить. Есть же у вас какая-то ответственность. Куда нужно вложить внимание, энергию сейчас так, чтобы это потом давало вам внимание и энергию потом. Например, это семья. Это ваш доход, бюджет, ваш дом, ваша квартира, ваши какие-то базовые потребности. Возможно, даже ваше тело и организм. Вкладывайте внимание в те направления, в тех людей, которые потом станут для вас ресурсом и источником сил или источником дохода. Также четверка Жезлов рекомендует потратить внимание обязательно на семью, на недвижимость, на какие-то глобальные такие инвестиции. И сохранять энергию на этой неделе, а тратить уже будем потом. Прекрасной вам и эффективной недели. Удивительное рядом. Начинайте утро вместе с нами и вы узнаете много полезного и интересного. Ну что, дорогие мои, наш эфир подошел к концу. Я напоминаю вам, что сегодня пятница, а это значит, впереди нас ждут летние солнечные выходные. И пусть они будут хорошими для каждого из вас. Ну а мы с вами встречаемся в то же время, в том же месте, в понедельник, ровно в 8 утра, в эфире программы «Про утро». Хороших выходных вам!